Вы все знаете, что этот бар является промоутером промышленности в Украине. Мы считаем, что роль промышленности в нашей стране недооцентна. Мы ищем разные способы, как будет промышленность в поверхности для современной Украины. Кроме того, мы считаем, что промышленность и сама по себе также должна меняться. Она должна меняться, во-первых, технологически. Строить новые заводы, покупать оборудование, точить за собой малый и средний бизнес. Промышленность должна меняться ценностно. Она должна относиться более ответственно к экологии. Понятно, что промышленность платит налоги, но и другим подавать в этом пример. И всякие другие используют правильные способы ведения бизнеса. И уже ближе к теме сегодняшней презентации промышленность должна меняться визуально и должна меняться в своих публичных проявлениях. Потому что никого, если мы говорим о современных молодых людях, не удивишь, не вдохновишь советской промышленной романтикой. Про дни и ночи мартеновских печей. Это то, что наши бабушки, дедушки, что они любили. Но, наверное, это не совсем то, что нужно современному человеку, если мы хотим популяризировать промышленность. И вот мы поставили себе задачу сделать промышленность модной. Прям такую задачу и поставили. Именно поэтому мы проводим в Днепре марафон. Это современный урбалистический формат. Популяризация инженерии промышленности – это одна из задач этого теста. Наверное, некоторые из вас даже получали в подарок в прошлом или позапрошлом году. У нас были такие чудные носочки, которые мы сделали с украинским брендом Сэмми Алька. Такие смешные металлургические носки и так далее. Все это примеры того, как мы видим тему, скажем, такой визуальной, кубличной популяризации или превращения промышленности в что-то новое. В общем-то, наше сегодняшнее мероприятие – оно как раз на такую тему. Но кроме того, что мы хотим популяризировать собственную промышленность, мы хотим еще вокруг своей компании формировать экосистему, тусовку, сообщество, можно любым словом это называть. Такое комьюнити людей, которые разделяют наши ценности, которые вместе с нами готовы делать что-то классное, интересное. И это в полной мере относится ко всем вам, кто сегодня пришел на нашу презентацию. Отдельно я хотел бы в числе наших друзей, партнеров, единомышленников, выделить тех людей, с которыми мы организовали то, что сегодня хотим вам представить. А сегодня мы вам представим коллекцию классных, модных украинских свитшотов с особыми металлургическими промышленными брендами. И календарь, обновленный промышленностью, сделанный в формате астрактной шипы. Так, я хотел бы поблагодарить Музей украинского искусства, в котором мы сегодня находимся. Хотел бы поблагодарить и представить нашего партнера в этом деле. Это маркет украинских брендов «Путь ЮА». Я хотел бы поблагодарить и представить художника Игоря Куделина, которого вы сегодня увидите. Он расскажет о своих произведениях. И компанию «Маскот», которая стала, собственно говоря, тем брендом, который выпустил эти свитшоты. На этом, наверное, боевство закончится вступительное. И я передаю слово, собственно, главным героям нашего мира. Спасибо, Сергей. Спасибо. Ну что, дорогие друзья, вы знаете, теперь мы знаем, почему украинский бизнес, собственно, заинтересован в развитии украинского искусства и производителя. По искусству, вы встречаете художник Игорь Куделин и директор Москва украинской живописи Сергей Бурбелло. Пожалуйста, вам слово. Добрый вечер. Я художник Игорь Куделин. Я занимаюсь современным искусством давно. И мне этот проект был интересен, потому что здесь соединяется современное искусство, в частности, абстрактный стиль с какой-то промышленностью, с какой-то механикой. Вообще-то это дело уже начали художники давно, в начале 20 века. Кто первый начал использовать именно такие моменты, как внедрять какие-то промышленные вещи в свои картины. Это губисты, один из первых группа Бурбекаса, потом ready-made, такая штука была, Морсюль Душан, и так далее, так далее. Потом поход, поехала, и концептуальное искусство, в полной мере, начало использовать все, что реально, какие-то промышленные объекты, ВТВ, и по-своему искусству. Поэтому я здесь как бы не первый, но мне было интересно, естественно, тоже это, как бы пройти, этот шаг, и использовать эти изделия интербайпа в своем искусстве, накладывая на мои абстрактные картины. Это было интересно, потому что здесь у меня присутствуют вот эти картины, здесь три как бы серии. Это история Земли, история Вселенной и Дхарма. Здесь я использую точки. Точки — это как бы то, что состоит в нашем мире, это частицы. Это очень частицы, элементарные. Это, в общем, квантовая физика. Я всегда о ней неинтересовался, думал, как бы, в общем, на путь нервную плоскость нанести какие-то элементы, чтобы это было осязаемо и наглядно, чтобы показывало наш мир. Естественно, что детали, металл — это тоже часть мира, и они также состоят из атома, из частиц, так же, как и все мы состоим. И здесь это очень, конечно, было интересно все это объединить, посмотреть, как оно получится. Но я вижу, что получилось очень интересно. Надеюсь, всем понравится. Спасибо за внимание. Удачи на всем. Спасибо, Леонид Таркану, и Леонид Таркану. И все, Леонид Таркану, и все, Леонид Таркану. Удачи всем. Добрый вечер. Рады действительно такой коллаборации, какое-то искусство и индустрии. Очень необычно, это то, что нужно. Как бы искусство всегда нуждается в какой-то поддержке крупного бизнеса, среднего бизнеса. Это так за счет, что крупный бизнес заинтересовался художественным проектом. Да, вот Игоря Куделина, Музея Кринской живописи. Мы хорошо сработали. Хотел бы поблагодарить команду «Интервайта», Анастасию и Людмилу, с которыми мы общались. Для нас это был интересный, новый, не совсем новый, но новый в определенном плане опыт. Постарались сделать все четко, профессионально. Остарались, по-моему, раньше срок, как все получилось прекрасно. Надеюсь, вам понравится. И это станет каким-то первым шагом нашей большой души. Пальку. Будем очень рады. Спасибо. Спасибо, Сергей. Спасибо, друзья, ваших подъездов. На знакомке «Будть ЮА», «Маскот» и «Интерпай». Наверняка многие из вас слышали о смешотах. Друзья, вопрос у кого? Кто носит смешоты? Поднимите руку в своей жизни. У кого в картиробе есть хотя бы один? Да, девчонки, молодцы. У каждого есть. Ну, вы знаете, мне кажется, у тех людей, у которых его нет, сегодня у вас появится возможность выиграть новый, абсолютно новый, крутой смешот от нашей нового по рации. Ну что, дорогие друзья, смешоты – это всегда удобный спортивный свитераж. Полезный и тёплый элемент осенния семьи покрытирового. Ну, а как сделать их модными, расскажет сегодня Екатерина Дорошевская, создавательница «Будть ЮА», маркета «Украинский дизайнер» и создаватель «Москот» Сергей Баталаский. Друзья, попрелестуйте вам по респекту. Друзья, с нами слово, поднимайтесь на верх, вам не готов. Здравствуйте, я рада всех приветствовать вас. Меня зовут Екатерина Дорошевская, и я не только соосновательница «Будть ЮА», еще и я неистовый фанат украинских дизайнеров. Уже три года в Днепре мы развиваем проект «Будть ЮА». Это платформа для развития, для продвижения украинских дизайнеров. Мы организовываем маркеты, мы организовываем рядов, у нас есть мультибрендовый шоу, образовательное направление, много всего. И когда мы только начинали, мы могли только мечтать о том, что украинские дизайнеры из маленьких гаражных ателье превратятся в настоящие бренды. О том, что их коллекции будут размещены по всему миру, о том, что они будут покупаться по всему миру, они будут на обложках мирового ряда. О том, что с ними, с украинскими дизайнерами будут сотрудничать большие производственные компании. И как минимум о том, что когда мы говорим «украинский бренд», наше сердце наполняется гордостью. И сейчас, спустя три года, все вот эти мечты, они стали реальностью. Потому что подтверждением этой мечты является сегодняшняя коллаборация большой производственной компании «Интербай» и крутого, классного бренда, резидента, будь в ЮАР, «Томфайл» и «Москот». Для нас очень важно быть связующим звеном между «Интербайлом» и «Москот». Потому что это доказательство того, что украинские бренды, они растут. И о том, что все еще впереди, о том, что мы расширяемся. И бренды, они не только закрывают базовые потребности в создании, в производстве одежды, но еще они способны вдохновлять. И мне кажется, этот проект, он именно такой, он вдохновляющий. Поэтому, мне кажется, сотрудничество удалось на славу, поэтому производство, оно вдохновляет. Украинский дизайн, он вдохновляет. Ну и рано или поздно все будет быть в ям. Поэтому спасибо. Катерина, спасибо большое. Друзья, спасибо большое. Если вы платите на тему, прямо сейчас в область основателя «Москот» Сергей Водолазский, пожалуйста. Добрый вечер всем. Хочу вас поблагодарить за то, что нашли сегодня время, присоединились к нам, чтобы разделить успех и воодушевление от работы, от нашей совместной работы с командой «Интерпай». Меня зовут Сергей Водолазский. Я сооснователь бренда «Москот». Нашему бренду 4 года. И за это время мы успели накопить солидный багаж знаний и опыта в индустрии модернии. Результатом чего стали 12 успешных наших коллекций. Экспертиза в этом всем вопросе помогла нам предоставить лучший дизайн, лучшие элементы, лучшие технологии для нанесения бренда в нашей совместной работе. Скажу честно, это наша первая работа с крупными предприятиями и с тяжелой промышленностью нашей страны. Дай мне вот. Прошу. Принк, который мы сегодня представляем, это метафора. Это метафора из чего-то простого, из чего-то, на первый взгляд, невзрачного. Например, металлолом или какие-нибудь сопутствующие материалы для металлогического производства. Появляются новые, крутые, совершенные механизмы, которые являются продукцией «Интерпай». Сегодня спрашивали, есть ли у кого-то свитшот. Естественно, он практически есть у каждого человека, но мало кто знает, как он возник. А история этого продукта насчитывает уже более 100 лет, на самом деле. И была она придумана в 20-е годы 19-го века в американском штате Алабама. Американец Бенджер Минрассел оставал компанию по производству белья. И у него был сын, который занимался спортом. В те времена, те спортсмены, которые тогда занимались, они занимались либо в футболке, либо в свитке. И то, и то было либо холодно, либо неудобно. И поэтому он, в принципе, отца разработал для него какую-то модель одежды, которая была бы комфортна для спортсменов. Из катажного полотна отец разработал такую модель, которую сегодня мы знаем как свитшот, и назвал ее свитшот. Она состоит из двух слов. Это свитер, свитер и шорт-рубашка. То есть это практически свитер с рубашечной кроем рукава. Свитшот, который мы разработали для компании Intervive, он больше классический, для того, чтобы можно было его использовать в гармоничном деловом стиле. Для мужских свитшотов мы выбрали черный и синий цвет. Черный как классику, а синий цвет мы выбрали как цвет, который мужчины выбирают в своего партнеров чаще всего. А также он является ультрамодным, ультратрендовым цветом этого сезона. Для женщин мы взяли бинный, не такой яркий, как красный, который превалирует в партнерове женщин. Это благородный и сдержанный цвет. И есть еще одна технологическая особенность в производстве фринкта при нанесении. Мы добавляли специальный полимер на пиктограммки, вы можете это увидеть, в продукции Intervive, которые под воздействием высоких температур при закреплении этой краски вспениваются и создают трехмерное изображение. То есть он тактильно, трехмерное, очень необычно смотрится и очень нравится. И цвет-шот всегда был элементом спортивным, но в 90-е годы он начал переходить в стихию моды. Все модные дома начали брать его себе на вооружение и вводить в свои ассортименты. И сегодня мы хотим вам представить и цвет-шоты, и принты, и хотим показать, как можно компоновать цвет-шоты, не только, как традиционно это принято считать, в спортивности, а и в вечернем образе, как это ни странно, и в деловом образе, и для кэжуал-фрайли. Спасибо большое, Сергей Дубрович. Вашим подействием еще раз, пожалуйста. Вот так. Ну что, дорогие друзья, мы приближаемся к нашему криминационному моменту с сегодняшнего вечера. Это нашему модному показу. Именно сейчас приглашаю на сцену Мариру Старикову. Со основателинскую Московскую, в экзамене для вас, Мария создала 12 ярких образов с использованием креативного смешёта интербайк. Вы сейчас можете убедиться, что в них можно и на модную вечеринку, и на работу джинсовую пятницу, так сказать. Поэтому приглашаем наши модели под вашим вводным бонусом. Встречайте, друзья. Спасибо. 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 Друзья. Друзья. Вот так есть. Субтитры. Для вас сегодня ваши другие светы аплодируйте. Пожалуйста. Спасибо. 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 Друзья. 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 Ваши овации. Марина Старихова. Здорово. А также отличная модель агентства «Кембулова». Спасибо. Друзья. Друзья. Скажите. Вам понравилось? Да. Понравилось, да? Да. Погромче скажите. Несвышно. Да. Отлично. Ну что же, дорогие друзья. У нас сейчас появится небольшая пауза. Чтобы каждый мог осмотреться. поближе эти все спитшоты. И у каждого сегодня появится возможность выиграть для себя вот такой спитшот. Ну а у нас пока, друзья. Музыкальный пауза. Встречайте. Свежевышенный сок music от наших гостей сегодня. Лава Бэн. Встречайте. Уеля. Уеля. Встречайте. Уеля. 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 Субтитры сделал DimaTorzok